И снова приветствую вас на канале Ножи. И сегодня у нас в гостях Данил из канала Yeti 2.0. Привет! Первый вопрос, как и всем. Как стал Ножиманом? Ты знаешь, я в принципе придерживаюсь такого мнения, что это так же, как вот я, поскольку сам очень много времени работаю в продажах, я думаю, что это примерно так же, как и в продажах. Нельзя воспитать хорошего продажника, в плане того, что это должно быть как-то заложено. И мне, например, неизвестно ни одного случая, когда вот человек никогда в жизни не интересовался ножами или оружием, и такой раз, такой проснулся, и я стану Ножиманом. Такого не бывает. Я думаю, что это у всех, как всегда, с детства. Просто оно в какой-то момент начинает преобладать, появляются возможности, время, финансы, и ты начинаешь развивать это увлечение. Но я думаю, так же, как и все с детства. Начиная с деревянных ножиков, там, из ворованных соседских кусков вагонки, там, еще что-то, да, и там, с ножей, которые там батя на заводе делал. Вот, я думаю, что, в принципе, как и у всех. То есть такая, как я считаю, компенсация, возможно, то, что не могли получить в детстве, сейчас как бы добирать. Да нет, оно не то, что не могли. Возможно, это, в принципе, можно найти всегда, да, потому что я смотрю, что есть ребята, которые там ножи делают, как говорят, из капролита и веток, назовем это так, что, знаешь, когда очень хочешь, там, он идет, там, какую-то ресору нашел старую от Запорожца в огороде, сложил там горн, слава богу, сейчас уже время такое, что в интернете можно найти все, даже как сделать атомную бомбу дома. Ну, это сейчас опять. Ну, так, мы же про сейчас говорим. Нажиман, ты не сейчас стал, твоему каналу вот сколько, вот там? Восемь лет. Ну, восемь или девять. С одиннадцатого года. Получается, десять лет. Ну, на самом деле, ножиманом-то я стал раньше, просто, ну, вот с детства как-то, но так вот осознанно где-то, что я вот там стал покупать себе ножи, это, наверное, там, ну, знаешь, старший класс, это 2002 год, условно, например. Первый нож какой у тебя был, который тебя прям запомнил с ней точно? Ну, знаешь, самый первый нож, который был такой полноценный, это была какая-то реплика на БАК-110, китайская, с алюминиевой рукояткой, и мне подарили родители, поскольку у меня родители очень любили ходить в горы, я тогда жил в одной из среднезидентских республик, и там как бы с горами все в порядке, и вот чтобы у меня всегда с собой был нож, потому что там грибы и все остальное, мне родители там подарили. Стоил на рубли, если перевести, что-то рублей, наверное, 75. Ну, такой непонятно из чего, я его просто носил на шее, на веревочке. Не тяжелый, значит, был? Тяжелый. Все равно носил? Ну, нож первый. Как Маугли бы. Ну, почти, да, только он был складной. Теперь железный грозный зуб у лягушонка есть! А первый осознанно купленный? Какой был? Первый осознанно купленный нож, знаешь, мое увлечение как раз-то начиналось, наверное, вот оно как-то я попробовал складней, а потом, поскольку, опять же, была ограниченность в ассортименте того, чтобы можно было купить, это были там какие-то, ну, опять же, это старшие классы, когда начинаются какие-то летние подработки, знаешь, типа машины из ливневок мыть, здесь, наверное, такого нет, но у нас было. Своеобразные здесь были тоже. Да, что, допустим, только это там называется арык, ливневка открытая вдоль трассы, по ней всегда бежит вода, это система орошения деревьев, все, и вот ты прям ведерко зачерпываешь, покупаешь, там, губку, там, шампунь, еще что-то, и мыли машины, чуть-чуть зарабатывали, и с этих откладывалось, там, где-то пешком пройдешь вместо того, чтобы на транспорте ехать, лишь бы отложить. Вот так вот, чтобы, знаешь, я прям вот реально понял, что я хочу вот этим вот прям, прям ножи собирать. Первый фирменный нож, я тебе могу сказать, это был 2005 год, это был бекер Калашников, 47-й, вот такой же, только не такой мужественно розовый. А черный? Серый, с черным клинком, полусерейтер, он еще и пришел без пружины, потому что автоматы, короче, почему-то тогда не отправляли, он пришел без пружины, и так же, как и этот, без предохранителя, потому что, знаешь, вот бывают ножи автоматические, у которых здесь предохранитель. Ну, чтобы не открылся случайно. Да, но только самая фишка, что вот на предохранитель здесь патент у компании Benchmade, и никто не имеет права это использовать, поэтому оно здесь есть, тебе это просто клали отдельно в коробочку, ты должен был сам ставить, и вот если ты сюда внимательно посмотришь, здесь есть пазы, но нет предохранителя, потому что нельзя. Да, видно. Потому что нельзя, вот. И у меня пришел он без пружины, и я там, короче, сам гнул, там, я не помню, нашел какую-то обычную круглую пружину, и вот из нее там отрезал, гнул, что-то делал, и такой, все. Это было 30 долларов. Он стоил 30 долларов, я его заказывал там с eBay, там через форвардеров, через посредников. Он пришел, я такой был довольный, что вот прям, прям супер. Ну, ты знаешь, я очень быстро понял, что я хочу нож подороже. Следующий был уже сразу Грептилиан, это было уже там 50 долларов. Benchmade? Да, оранжевенький. Он тогда как раз был на пике популярности. А, то есть ты уже кастомизировал, не кастомизировал, а так доделывал ножи уже тогда, в первом практически. Ты знаешь, в принципе, я не просто вносил, я же и делал ножи. У меня потом была мастерская, я делал фиксы. Были попытки делать складни, но, к сожалению, установочный парк не позволял. Плюс из-за ограниченности, возможности заказа стали и всего остального, поскольку я жил в другой стране. При очередном переезде, я очень часто переезжаю, при очередном переезде просто мастерская была ликвидирована. Раньше я и фиксы делал, что-то дотачивал, делал какие-то регринды и все остальное. В принципе, это все давно. В принципе, это вот, ну, посерьезки с каналом в одно время началось. А как пришел к мысли именно открывать канал? Знаешь, сидел я смотрел «Винянула», нравится. Там, смотрел раннего Киясова, потому что, ну, он тоже там, «Винянула» уже давно был, а Киясов вот примерно со мной в одно время там тоже начинал. Я такой, а что, я тоже так могу? И у меня там, я не знаю, у меня там был какой-то, я у родителей взял фотоаппарат, какой-то там пауэршот какой-то от Кэнон, который еще был на батарейках, там с каким-то суперзумом, и я там на него пытался что-то записывать, я уже даже не помню в каком-то адском формате. Вот, и у меня такой первый ролик. Я сижу такой на кухне, такой там у себя в квартире уже, я уже отдельно жил, 17 лет я один живу, я уже такой один сижу, такой вот там типа все клево там. И вот примерно так все и начиналось. Никогда я не думал, что канал может так вырасти, и что появятся какие-то возможности, поскольку в то время, когда я начинал, такого засилья рекламы и проплаченных рекламных сотрудничеств, как сейчас, вообще не было. Об этом раньше речи не шло. Мы знали, что монетизация официальная от Ютуба дает хорошие деньги, раньше давала, контент этот никак не блокировался, и, допустим, тому же Саше Вининулу хватало денег, чтобы каждый месяц там 5-6 роликов делать на эти деньги, которые дает Ютуб за рекламу, покупать ножи и их потом ломать. То есть на самообеспечение такое можно было выйти? Да, потом сильно все это дело порезали, что там раньше канал там в 30 тысяч мог приносить там полторы тысячи долларов легко. Прошли те времена. Давно уже, да, тем более, видишь, это же был зарубежный канал, а у них реклама стоит по-другому. Ну да, там больше есть для зрителей США, ну, в принципе, да, поэтому это были нормальные деньги, это не то, что сейчас. Сейчас это прям смешно, это за интернет заплатить. Да, возможно, ну, зависит от того, сколько у тебя просмотров. Ну, вот смотри, у меня, допустим, сейчас на канале 42 тысячи. Ну, ты с этого не живешь, это у тебя хобби. Нет, это исключительно хобби, потому что, ты знаешь, даже не вопрос в том, что там я не знаю, как это монетизировать, или я там чего-то, это осознанный шаг, что монетизировать это все можно в один, ну, в один момент. Просто вот раз и монетизировать, начать брать деньги. И вопрос решен будет легко. Но я специально от этого стараюсь отдалиться по одной простой причине. Именно потому что я очень много переезжаю. Есть такая проблема, чем становишься старше, тем сложнее заводить вот таких физических друзей, а я в среднем там раз в пять лет переезжаю. Иногда это страна. Ну, контакты разрываются. Ну, и каждый новый уже, понимаешь, там у всех свои семьи и все остальное. А это увлечение, которое за мной ездит везде. И я просто боюсь, что в тот момент, когда я это сделаю работой, потому что на работу мы же все с утра встаем не очень веселые, и на работу надо идти, работать. Есть работа, которая вот прям приносит удовольствие, но тоже бывают моменты, когда ты на нее идти не хочешь. Вот я боюсь, что у меня появится то же самое. Когда это все станет работой, пропадет кайф. И сейчас вот, допустим, сегодня мы с тобой пишемся, у меня по расписанию должен был выйти ролик. Я не успел его сделать, да и хрен себе, ничего страшного. А если это будет работа, то это будут сроки, это будут какие-то требования, на меня будут подвязаны... Да, на меня будут подвязаны еще какие-то люди, что они там должны кто-то сделать какой-то промо в Инстаграме у себя, еще что-то. Я, наоборот, от этого стараюсь отдалиться. Поэтому сейчас это просто там типа... Вот смотри, при 42 тысячах подписчиков, ну, в среднем там видео набирает за сутки там 3-6 тысяч просмотров, да? Ну, от 3 до 6 это в сутки. В сутки, да. Да, там бывают там ролики, там 100 тысяч, стреляют 30 тысяч, все остальное. Там в среднем сейчас на канале, по-моему, тысяча миллионов 13 просмотров, это приносит там от 36 до 42 долларов в месяц. А как ты знаешь, снять можно минимум сотку. С какими-то партнерскими программами сторонними, типа там, знаешь, эти всякие медиа-сети, я принципиально не сотрудничаю, потому что я прекрасно понимаю, как они работают. В кабалу себе вот эту канитель не хочешь загонять. Оставаться свободным. Нет, вопрос не свободы, вопрос того, что это накрутка. Они же зарабатывают с твоей рекламы, соответственно, они закидывают тебя на биржу заданий, и ты такой смотришь, вроде бы, типа, просмотры растут, а вроде ничего не меняется по факту. А статистика у тебя увеличивается. Ты получаешь, типа, больше денег, но они у тебя там 30% забирают себе. Они просто кидают тебя на биржу заданий, но фактически, когда ты запускаешь стрим, ты понимаешь, что у тебя не столько людей. Почему у нас многие блогеры, которые хоть раз когда-то вели стримы, перестали этого делать, потому что на стримах палятся. Что, допустим, у тебя 137 тысяч подписчиков, а ты запускаешь стрим, а у тебя там в пике 200 человек в лучшем случае. Но это же палево. Ну, есть каналы, у которых там тоже 130 тысяч подписчиков и там 500 просмотров в сутки. Ну, мы же прекрасно понимаем, как это работает. Понятно теперь. Поэтому, да, там просто любая медиасеть, она зациклена на том, чтобы ты заработал больше денег от официальной рекламы. И все. Поэтому я принципиально с этим не сталкиваюсь, не сотрудничаю, именно для того, чтобы не было вот этих накруток. Какие каналы ножевые ты смотришь? Никакие. Вообще никакие. Ты знаешь, я... Бики зарубежных, может быть. Ну, смотри, зарубежные я однозначно посматриваю «Суперстил Стив». Это очень забавный американец, правда, который все время пьяный и матерится в кадре. У него интересная такая очень подача. Потом кого? Ну, эпизодически, если у меня есть какой-то вопрос по какому-то ножу, я просто ищу и просто смотрю то, что мне более-менее приятно смотреть. Допустим, всех основных американских блогеров я точно не смотрю. Смотрю один Алл Чеми. Это тоже... Там есть парень, он тестирует. Плюс Браун Бер. Плюс Цедрик из Австралии, который тоже канат режет в очках. Такой парень. Ну, может быть, видел меня с названием. Вот. И, в принципе, зарубежных, наверное, все. И то, это, знаешь, так. Оно если выскакивает в ленте, ну, и там какая-то тема меня интересующая. Из наших я вот смотрю Русланки, Ясова только потому, что мне офигенно нравится картинка. И голос такой убаюкивающий временами. Ну, он прям... У него дикторский голос, на самом деле. И, в смысле, я не вслушиваюсь в то, что он говорит. Там есть моменты, да, в каких-то... Ну, вот он, допустим, рассказывает про нож. Сколько людей, столько и мнений, да. И я в каких-то моментах про нож, допустим, в чем-то не согласен. Но я это слушаю просто из-за манеры подачи, из-за звука, света. И я понимаю, что это прям, ну, профессиональная деятельность, именно вот такая, что человек, ну, идеалист во всем. Это просто приятно смотреть. Это, знаешь, когда-то был канал, я сейчас даже не вспомню название. Вот, на мой взгляд, это были самые честные обзоры в мире. Знаешь, как это выглядело? Просто под красивую музыку офигенно красиво со всех сторон снят нож. Без единого комментария. И просто всплывало какие-то характеристики. И все, понимаешь? Без там супер-супер-дупер-хэви, без ничего. Просто характеристики и просто под музыку минутный ролик, где нож вращается просто в офигенном, просто снятом качестве. Обзор без мнения получается. Ничего не навязывается. Да, это сто процентов, да. Потому что даже вот я стараюсь так давать материал, чтобы у зрителя всегда оставался выбор, согласиться со мной или нет. Я, типа, не настаиваю. Я никогда не говорю, типа, вам нужно это купить. Там вот, да, вам прям нужно. Я таким не занимаюсь, но все равно есть категории людей, которые достаточно легко подвержены мнению. Поэтому, вот, ну, я не знаю, как еще сделать, как влиять еще меньше. Вот если выключаешь в обзоре звук, и тебе все понятно, значит, это хороший обзор. Чисто визуалом, да. Это хороший, даже не обзор, это хорошая подача, правильная подача. Ну, в смысле, это правильная конструкция обзора. Допустим, я сейчас рассчитываю именно на то, что я стараюсь ножи показывать, ну, максимально со всех сторон. Разобрать, показать, что внутри. Если это какая-то новая железка, ее обязательно потестировать. Какую-то историческую справку, что-то рассказать по сталям, там, какие-то опыт по заточке. Какое-то тестирование. Именно для того, чтобы для тех людей, которые не имеют возможности прийти в магазин и пощупать, максимально было понятно, что это. У меня даже был пилотный проект, правда, он не пошел в массы. Я разработал табличку, значит, я за основу использовал таблицу размеров перчаток, такая, с лапками. Вот. И я в масштабе один к одному туда делал, в эту руку вкладывал нож. Что ты мог просто, я каждому видео, там у меня было пять видео, прикладывал файл, в котором был нож, что ты его можешь вырезать, приклеить на картонку и типа прям посмотреть, как он в руке. Плюс там были, для того, чтобы ты понимал, правильно ли ты распечатал масштаб, были монетки, что ты монетку прикладываешь, если у тебя совпали контуры, значит, масштаб правильный. Ну, как в игреке делаются, там сантиметр указался. Да, 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 типа такого, да. И вот был такой пилотный проект для того, чтобы ты мог прям распечатать, приложить свою руку и понимать, вот оно или не оно, потому что на видео это один размер, вживую это совсем другой размер. И вот, чтобы максимально людям облегчить, все-таки, я еще вот, понимаешь, живу тем, что мне хочется, чтобы все-таки видео были полезны, чтобы они несли все-таки какую-то там, ну, наверное, громко будет сказать образовательную часть, но давали людям какое-то понимание. У тебя отличный ролик, я посмотрел, мне понравилось, я тебе писал, чтобы в него ссылаться, где у тебя ликбез по ножам. Да, понимаешь, вот, понимаешь, это вот, ну, мне хочется, чтобы это что-то приносило, а не просто, знаешь, там, взял так нож на видео, там, покрутил, смотрите, какой классный, здоровский, великолепный, вам нужно купить, купите сегодня его, еще в подарок получите второй, еще и получите тапочки и все остальное. Вот этим не хочется заниматься, поэтому грустно от того, куда все это дело качется, что с каждым месяцем все больше и больше ребят, которые ты смотришь, думаешь, классно, мало ли, хорошо с ним это смотришь, а он начинает вот этим заниматься. Понятно, что это такое время, но грустно от того, что нету то, с чего как бы начиналось, когда это было больше образовательное. Вот у тебя есть вопрос, ты заходишь на YouTube, Идея лишь пропала, стали заработать, хочешь, в этот момент. Да, 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 в смысле, знаешь, на самом деле, говорю, раньше у тебя есть какой-то вопрос, ты заходишь, открываешь ролик и смотришь, вот так это можно сделать, а сейчас мало того, что появились эти лайфхаки, так сейчас же, знаешь, еще очень модно делать анти-лайфхаки. Я такого не видел. Ну, это когда тебе, знаешь, типа показывают, вот с приходом ТикТока, это появилось, типа лайфхак, кто-нибудь там берет что-то металлическое, кладет в микроволновку, запускает и на монтаже потом достает, и там типа идеальный шар из фольги. А что, если ты это реально сделаешь, у тебя микроволновку разорвет? Ну, вот, понимаешь, вот такие вещи. Вредный совет это называлось раньше. грубо говоря, да, а сейчас это под видом лайфхака, у всех же на слуху лайфхак, о, написано лайфхак, значит, надо посмотреть. И на самом деле, сейчас вот много такого стало, а раньше было прям прикольно, вот у тебя есть вопрос, ты зашел и мог получить, чтобы не читать форум там несколько дней. Заходишь и вот сжато, получаешь информацию. Сейчас с этим проблема, на самом деле. Сейчас вся информация, к сожалению, в основном подается через призму либо срачей, либо через призму заинтересованности конкретного человека в продвижении конкретного образца. Я в первом ролике как раз нашим обозначил, что это будет чисто мое субъективное мнение по ножам. То есть я не хотел быть объективным, а чисто сразу не бывает объективного мнения. По сути же, к тебе приходят на канал, чтобы узнать твое мнение. Не бывает объективных обзоров. Многие это не понимают. Они считают, то есть ты сказал, оно, наверное, так и будет. Нет, это же исключительно, это не бывает, вот реально не существует. Я вот говорю, самый объективный обзор, это когда без слов под музыку, чтобы ты мог разглядеть. Все. А все остальное, это 100% субъективизм. Просто ты что-то можешь аргументировать, а что-то нет. Если ты можешь аргументировать в кадре, это говорят, о, он объективен. А на самом деле, ты просто как бы, ну, нашел под это хорошее объяснение для себя. Нету констра аргументов в виде такого. Ну, примерно да, что человеку нечего. Хотя, знаешь, есть очень классный мем, просто шикарный мем, когда там вот четыре картинки, и в первом, что типа, о, действительно, он прав, я никогда не мог подумать об этом с этой стороны. Следующая картинка, надо что-то ему ответить. Там третья картинка в нецензурной лексике, да пошел ты туда-то, туда-то. Вот это так и работает, понимаешь? Еще, знаешь, интересный момент, с которым я не так давно столкнулся, вот я смотрю, мы с вами только что проговорили о том, что, к сожалению, там все становится таким монетизированным, там уже через призму заработка и все остальное. Самое грустное, что и зритель стал соответствующий, как это сейчас работает? В смысле, ты приходишь, вот у тебя есть бабки, и ты хочешь их потратить. И на выставке я, кстати, то же самое видел. И ты заходишь на YouTube в поисках своего увлечения. Ты открываешь ролик и смотришь, как тебе рассказывают про нож. Если тебе чисто визуально или чисто на слух тебе нравится человек, который тебе говорит, ты вроде как прислушиваешься к нему. И вот он тебе хвалит, расхваливает, ты такой, о, все, заказываю. Он, зритель не хочет, разобраться и посмотреть 10 обзоров. Вот ему этот понравился, и он считает, что человек все. Он покупает, нож приходит. Если нож реально ему понравился, о, классно, буду смотреть этого чувака, он правду говорит. А пришел тебе нож, а он косячный. То ты не говоришь о том, что, эх, блин, надо было, наверное, еще обзоры посмотреть. А он говорит, что это блогер его обманул, что блогер гомосексуалист в лучшем случае. Вот, к сожалению, у нас это так. И никто не хочет смотреть плохие обзоры. Потому что человек уже купил, потратил денег, а ты ему сейчас говоришь... Ты говорил, да, на последнем стриме. Да, что ты ему говоришь. Вот у меня, допустим, вышло видео про заточную систему. Задача была в том, чтобы максимально людям сэкономить денег, чтобы они не покупали, по крайней мере, сейчас. А подождали, когда все доведут до ума, и будет, ну, как бы за эти же деньги, только ты уже сможешь купить нормальный, хороший рабочий. Хейта была целая куча. Он же купил ему обидный, деньги он потратил, как что и можешь. Да, я сейчас ему тут с экрана еще рассказываю. И он, конечно, говорит, что я ничего не понимаю, что я тупой и все остальное. При том, что одно дело, это когда, знаешь, просто кто-то об этом говорит, а другое дело, когда ты это показываешь, это можно увидеть, ну, вот, без специального оборудования. Ты вот смотришь в экран, ты видишь, там, гуляет, или там, ты видишь, вот здесь дырка, или еще что-то, или вот тут следы. Ну, как бы, ты смотришь... Я даже не знаю, про какую заточную систему ты говоришь. Да нет, вопрос не заточной системы. Я показываю... Я просто понял. Я, допустим, показываю там нож, я говорю, вот, вот это место. А мне говорят, нет, это все вранье. Я говорю, в смысле, я нафотошопил, мне, типа, в ответ. Типа, вот. Вот так это работает все. Поэтому никто не хочет смотреть плохие обзоры. Наверное, поэтому в этом есть немного и доля того, что многие каналы уходят в коммерцию, потому что они понимают, видимо, что от того, что ты пытаешься делать людям лучше, получаешь, что только от этого хейт. А здесь можно еще и деньги получать. Радость, счастье и деньги. Все довольны, все счастливы. Ну, вроде как да. Вроде как да. Взаимное такое, знаешь. Да. Все дружно закрыли глаза и все. Да, да, да. Тех устраивает, что им хвалят, что кто-то уже купил, кто-то пойдет, купит. Этот доволен, что вроде как им платят и присылают. Ну, как бы, это нормальная тема. И при этом я не могу, как бы, понимаешь, это я для себя не могу это принять. А я не могу кого-то в этом обвинять или винить. Человек зарабатывает деньги. Это его основная трудовая деятельность. Ну, это как, вот продают на улице два продавца, одну и ту же клубнику. Один за 200, другой за 300. Ну, я подошел этот за 300, я у этого за 200 возьму, но я же не кидываюсь на этого, который за 300. Он хочет просто заработать. Поэтому никого не могу в этом обвинить, но при этом, ну, оно вот есть, это мне грустно от этого. Они, что это вот все плохо, и всем нужно срочно их не смотреть. Надо смотреть всех, кого нравится. Согласен. Да. Ну, перейдем к самому вкусному. Твои ножи, которые ты нам сегодня принес. Да. С чего начнем? Давай, наверное... Тебе бы хотелось именно рассказать просто про ножи и что, где, что я как думаю, или тебя интересует что-то... Почему именно эти ножи? Почему эти ножи ты именно принес? Какие у тебя самые любимые из этих ножей? Ну, помимо гнома и химера, конечно. Ты знаешь, на самом деле ножей любимых много, и так случилось, что те ножи, которые нелюбимые или там как-то недороги по-своему, они просто уже не остаются. Ну, барахолки. Да, да. Потому что для того, чтобы какой-то новый контент делать, нужно покупать новые ножи. Не все могут предоставить производители. Есть производители, которые не хотят предоставлять, потому что они там рассчитывают на там какие-то снисхождения к ним. Я пока это не практикую. Возможно, когда-нибудь. Сейчас пока нет. Ножей много. Ножи все любимые. И я тебе честно скажу, что по факту сейчас единственный нож, которым я пользуюсь регулярно, наверное, вот этот нож. Это единственное, чем я сейчас прям реально таскаю на кармане. Я, в принципе, пришел, он у меня был на кармане. Это вот то, что сейчас, как я для себя вижу, мой идеальный EDC. Ножами, я тебе честно скажу, вот с переездом в Москву я практически ничего не делаю. Редкие какие-то выезды на природу, там в офисе открыть упаковку. Ну, это как аксессуар, конечно. Да, на самом деле, ты знаешь, вот это вот все увлечение ножами, оно имеет много разных стадий. Знаешь, типа как болезнь. Если в какой-то момент ты там не подлечишь ее, то простуда может перерасти в воспаление легких. И можно там как бы и накупить дорогих ножей, что-то, будет все время у тебя как-то ротация происходить, и с каждым годом у тебя меняются вкусы. Вот сейчас мне хочется максимально легкий нож, либо чтобы он был компактный. раньше, как и все, начинаешь, хочется много ножа за мало денег, хочется Рекон, Эксель, хочется Талвар 5,5 дюйма. Это начальная стадия? Ну, приблизительно. Да, примерно, да. Вот. Потом ты как бы дальше больше, потом, возможно, какая-то классика. Сейчас меня вполне устраивают и вот такие ножи, потому что, ну, по факту мне нечего говорить. Да, да, по сути, максимально легко для города. Да, для города само то. Допустим, пока я жил во Владивостоке, там был смысл в большом клинке, потому что природа в 10 минутах езды на машине, ты выехал, там ты одним ножом можешь и построгать, что-то там на шашлык разогреть, там еще что-то. А здесь, ну, как бы здесь сейчас нет такой необходимости. Не умею пока фронтфлиппер. Ты знаешь, дело в том, что здесь сам фронтфлиппер так сделан, что ну, требует определенного аналога. Да, видишь, вот у тебя сколько ты раза 4-5 открыл, у тебя стало получаться. При этом это же фронтфлиппер сейчас на шайбах. Да, если бы он был на подшипниках, у тебя бы проблем не было, да, таких. Плюс здесь, видишь, какой момент. Нож, поскольку проектировался мной, это сейчас в исполнении Виталия Кононенко, он весит всего 95 грамм, он на одном лайнере на скрытом, да, что он очень легкий, при этом он не менее надежный, у него здесь есть сухарь, и конкретно у этой модели есть такая прикольная тема. Я, поскольку сам точу, периодически что-то приносит, я берусь только за всякие интересные темы, там, интересные какие-нибудь стали, с которыми я не работал. Ты знаешь, я... Для души значит большая заточка. Да, в смысле, я вот так за деньги просто крайне редко, знаешь, берусь там точить, потому что, ну, во-первых, у меня со временем большая проблема, а во-вторых, как бы я берусь только там, где надо что-то спасти, или еще мне просто интересно самому попробовать, я говорю, что если получится, то да, для души. Да. Мне очень часто приносили ножи, у которых вот здесь такие характерные следы, потому что люди очень любят брать, вот так и открывать лимонад, пиво, еще что-то. Поэтому здесь сразу сделана вот такая вот открывашка, что ты здесь ничего не покоцаешь, ты просто открываешь. Плюс... На всякий случай для зрителей это у нас гном. Да, это гном в размере EDC, 89 миллиметров, вообще он идиот фреймовый, такие сейчас производятся у меня в партии, в кастомной, вот, а вообще, как бы, вот сам пользуюсь вот таким лайнером легким. Плюс у него есть еще одна прикольная тема, связанная с этой открывашкой, это то, что все гномы можно ровненько поставить как зажигалку для того, чтобы там сфотографировать или просто, чтобы он у вас на столе был, не лежал там, да, как попало. Вот. Поэтому вот как-то так. Я очень надеюсь... Клипса не глубокая? Ты знаешь, да, она не глубокая, потому что она фрезерованная, она не гнутая, но и плюс, знаешь, с темляками тоже, когда-то хочется, когда-то не хочется. Если у тебя клипса глубокая... То нужно вставать слаживо. Да, вот допустим, вот я стараюсь, да, что если даже это клипса вроде как глубокая, но чтобы хотя бы кусочек торчал для того, чтобы было за что взяться. Поэтому как-то так. Надеюсь, что до конца этого года увидим его в продакшене. Расскажи, как у тебя ножик можно заказать, купить, куда нужно подписаться, чтобы ждать следующего раза. Ты знаешь, следить есть смысл, наверное, в Инстаграме, самый простой вариант. И заказать его можно только, если ты попал вот в эту партию. Допустим, Виталий говорит, что Каноненко, который их делает, он, допустим, говорит, что я могу выделить на тебя два месяца и сделать десять ножей. Соответственно, я объявляю сбор, десять человек, которые вписались, у них есть возможность... Первые десять? Исключительно, да. Причем не такие, что типа вот забронируйте меня, а это десять, которые сразу, вот я говорю, минимальная цена вот такая, материалы такие, все, что вы хотите сверху, доплачиваете сверху, 50% предоплата. Вот те, кто сразу же и платит, те и вступают, потому что есть люди, которые, знаешь, типа, мне вот, пожалуйста, в свою очередь забронируйте, а ты ему потом три дня пишешь, пишешь, он тебе не отвечает, не отвечает, потом через три дня, а я передумал. Чтобы такого не было, поэтому есть возможность только вписаться в партию. Обычно я заранее предупреждаю на стриме, есть возможность выбрать не только материалы, но и размер, потому что у Гнома три размера. 100 миллиметров, 89 и 86. Еще маленький забыл. Да, причем маленький, самый-самый первый появился. Причем появился по ошибке, поскольку, опять же, я вот рассказывал тебе про руку и про монетки. Я дома не было принтера, печатал где-то чертеж 2D-шный и распечатал, принес Виталию, ему отдал, он делает, а по факту оказалось, что с полями напечатали. Меньше картинка получили. Ну да, а так ты же смотришь, ты там эти 3 миллиметра не заметишь. Он получился вместо 89, получился 86. Совсем 80-шный, такой маленький. Да, но на тот момент у меня как бы это такой нет, типа это прям совсем маленький и все. Мне там тогда 100 миллиметров было сам, а то я вот и то 89, это был эксперимент. И вот 89 появился самый позже всех. Вот, надеюсь, что в продакшене до конца года будет. Инстаграм будет внизу, следите, кому интересно. Но ножи, на всех случаях, предупреждаю, не дешевые. Да, да, допустим, в этот раз на весеннюю партию минимальная комплектация Carbon M390 любой размер стоил от 37 тысяч рублей. Минималка была. Не каждый себе может позволить, поэтому я предупреждаю. Но это как бы ножи, которые делаются полностью вручную без использования чипу, вообще никакого чипу, все режется руками, делается это чистый кастом, чистый руками. Вот. Это продакшен-версия ножа «Химера». Это, собственно, то, с чего начиналось. И я думаю, что гном появился только благодаря тому, что ребята из Castle Night Factory обратили на меня внимание, поскольку сам проект «Химеры» был давно, но он такой развивался в течение трех лет. Это когда-то была реплика с мининым клинком китайская. Мининый клинок был, потом через время сказали, что типа, ну как-то классный клинок, но несерьезно, когда рукоятка от китайского ножа. И тогда вот Виталий сделал мне прототип, он был очень похож на этот, тоже на шайбах. И Михаил, да, Михаил буквально там через месяц уже мы с ним разговаривали, и вот в разговоре родилась идея выпустить этот нож вот в таком исполнении. И спустя полтора года нож появился в продакшене. Разлетелся очень быстро, я крайне-крайне доволен тем, как вот все получилось. Да, у меня же плюс есть ролик еще, я туда еще на днях английские субтитры добавил, потому что, ну, просят. И реально парни открыли, мне подарили путевку в жизнь, я им за это очень благодарен, они мне подарили путевку в жизнь на Запад как дизайнеру, потому что выход и приближающийся выход Химеры открыл мне доступ к нескольким очень серьезным европейским брендам, которые вдруг резко уже захотели сотрудничать, когда раньше они, допустим, даже не отвечали на письма. Вот вплоть до такого. Показал, что стало интересно. Да, так что парни мне на самом деле подарили путевку в жизнь именно как попробовать себя на новом поприще как дизайнеру. Здесь, безусловно, еще угадываются по рукоятке вот по вот этой вот части, вот по вот этой вот задней части, вот здесь, вот здесь еще угадываются абрисы протагониста, а дальше уже все свое. Ну, да, ты его из частей собирал тоже. Ну, здесь вот рукоятка только осталась из того, что было, а уже после нее актуальная версия, скажем, это вот эта Химера, которая уже со своим прародителем вообще не похожа ни по размеру, ни по конфигурации, ни по замку, ни по внутреннему устройству. Это уже как бы совсем другой нож самостоятельный. Но опять же, если бы в свое время не обратили на меня внимание, да, я бы не почувствовал, что на то, что я состряпал, есть интерес еще у кого-то, возможно бы ни этого ножа, ни гнома, ни всего остального не было. Плюс есть еще уже третий готовый нож в качестве прототипа. Много труда и удача. Знаешь, удача, да. Вот это на самом деле удача. Красивый. Да, это тоже кастомный. И у меня вот прототип, поскольку вот этих ножей было, кстати, сделано совсем немножко. Вот Химер вот в таком исполнении, ну, только от Виталия Кононенко вообще было сделано всего две штуки. Вот этих, наверное, сделано на текущий момент всего штук пять. Вот. Плюс она же еще тоже с фронтфлиппером. Да я вот, да. Вот. А гномов сделано уже порядка, наверное, десяти или пятнадцати где-то в разных размерах. И плюс сейчас еще делаются. Вот. И вот на моем прототипе съемный шпенек и сюда еще ставится вейв съемный. Съемный вейв. Да. Крючком таким. Да, да, да. Причем там такой, знаешь, типа цыганский из полированного домостила. Такой, знаешь, типа. Как это говорится, там один, дорого-богато. Да, очень дорого, очень богато. Ты такой достаешь под такой нож, конечно, нужны рандолевые зубы. Знаешь, чтобы ты улыбаешься, у тебя вот это желтые такие, чтобы были. Золотые часы желательно, да? Аксессуары. Да, цепочку такую вот. Поэтому, в принципе, вот. И пару коней. Да. Вот. Запускаем. Так, давай, наверное, мы с тобой поговорим про то, что я еще долгое время собираю. Мне хочется верить, что у меня самая большая коллекция Кершу Блюр в СНГ. Мне очень нравится этот нож. Чисто визуально, по характеристикам. Дизайн и кино у него. Да, и по характеристикам. И самое главное, что его очень интересно собирать, потому что его очень много. Допустим, сейчас у меня в коллекции 40 ножей Кершу Блюр, и это все только редкие. В смысле, если взять все серийное, что производилось, там собрать все цвета, все остальное, то это там... Разные стали. Вот стали я собрал... Ну, сейчас я собрал в стали все. Все какие были. Последний был М4, да? Ну, М4 их две было. Сначала были серый, потом синий. Синий буквально у меня там через несколько дней будет обзор, причем с таким жестким тестом, потому что у многих вызывает вопрос, типа, как М4, как это так? Нож со сталью СПМ М4 с DLC покрытием, с асистом стоил 75 долларов. Как так? Вот. Поэтому, да, у меня был обзор, вот у меня не так давно было полное видео тоже про блюры, но именно про М4 будет отдельное видео. Мне очень нравится этот нож, именно вот в таком исполнении с рекурвой, вот с таким гриндом. Это с 30-точкой? Да, самый простой, я его как бы вот на кармане таскаю тоже периодически, вот самый простой, при том, что у меня там этих М4 штук несколько, таскаю я именно 30-ку. А почему именно 30-ку? Не жалко? Ну, наверное, наверное, да, потому что, видишь, все-таки DLC покрытие, оно подразумевает, что на нем будут оставаться какие-то вот такие следы от того, что ты его трогаешь, а здесь ничего не остается. Здесь тоунвош, ты режешь и все. Поэтому для повседневки его вполне хватает, он черный, без каких-то... Он приятный. Да, поэтому, на самом деле, вот мне нравится, мне хочется верить, что у меня самая большая коллекция этих ножей, ну, в СНГ, причем, была даже лимитка для канала же, делалась. Да, я пропустил. С блюром. Ярко-зеленые блюры были, делались 20 штук. целиком перекинутые на G10, там, со светящимися кольцами, с переносом клипсы. Смотрю на Инстаграме, я не видел. На Инстаграме было, но это как бы когда-то, там, я не помню, это 16-й что ли год был, или 17-й. Тогда не найдут. Да, причем, знаешь, именно с этой лимиткой был... Скинь обязательно, если найдешь, чтобы потом... Да, знаешь, на самом деле, с этим ножом и с этой лимиткой связана такая интересная история, что, скажем, до 2015 года, когда я переехал во Владивосток, канал так очень спокойный, очень медленно рос. Ну, к нему был интерес, но не такой большой. И, скажем, сам основной рост начался в 2015 году. И чем более популярным ты становишься, чем более узнаваемым ты становишься, тем больше негатива в твой адрес. Ну, это как бы так всегда и везде. Да, всегда и везде. И, собственно, я, когда еще был к этому не готов, вроде столько лет шло все спокойно, а тут вот такое вот, как говорят, shit happens. Я собирался закрыть канал, и я собирался сделать это, знаешь, типа так красиво, уйти на пике, типа, интереса, когда было. Мне казалось, что тогда был самый пик, и я планировал сделать эту лимитку, разослать ее всем и пропасть, как в свое время пропал Винину. Но этого не случилось, потому что я вывел для себя закономерность, что в январе, как раз то временно, когда выходила лимитка, люди сидят без денег, отпуска, продаж нету, все злые, все пишут всякие самые злые комментарии, как только начинается тепло, девочки в юбках, все остальное, солнышко, и все добреют. Летом вообще можно вообще все что угодно показывать, все такие, ва, классно, супер. Когда начинается серость, и осень, начинаются дожди, опять люди начинают вот строить болезнь. Надо на комнату сорваться. Да, типа того, да, поэтому вот. Плавно вытекая из блюра, эндуро, я думаю. Нет, эндуро подожди, вот такой нож, это совместное творчество Кена Ониона и Мика Страйдера. Это модель 301, и были они еще 303, но мне повезло именно купить 301, она типа самая трушная, самая первая, и у меня редкое исполнение с сухарем, потому что они были без сухарей, и с сухарем 301 делали совсем-совсем чуть-чуть. Это большой блюр с осистом на толстенных шайбах, с вот этой узнаваемой насечкой от Страйдера, со всей вот этой вот Страйдеровской мощью, с системой блокировки клинка, как на Страйдере с подвижным упорным штифтом. Вот, это вот такая вот тактическая штука. Последний оплот тактичности, скажем так. DLC-покрытие, Tiger Stripe, в общем. Как бы определить таксичность, типа как это, убойность, наверное, нажав. Тактичность для меня слова, я пока сам не определился, что под него считать. Тактический? Да тактический это все, что специальное. Просто у нас это в первую очередь ассоциируется со спецназом, это слово... С выживальщиками в последнее время. Ну, типа, да. Не, он же с ассистом. В смысле, тебе его надо чуть-чуть толкнуть, либо за флиппер, либо за это. Я смотрю тяжело, но я просто... У меня привычка, я сильно... Нет, ты вот просто его чуть-чуть и все, там стоит... Для зрителей это Zero Tolerance. Да, 301, их уже там достаточно давно не делают. Мне еще повезло с зеркальным номером. Вот. Да, 1, 9, 9, 9, 9, 9, 1. Да, так что повезло. Клевый ножик тоже, суперский. Звук заполняет, да, приятно. Да, хочешь в перчатке, хочешь без перчатки. Это вот, знаешь, это нож из того времени, когда американские бренды хоть что-то еще делали. Когда Zero Tolerance была Zero Tolerance нормально. Сейчас что-то как-то... Знаешь, сейчас вообще, конечно, шляпа полная, но в смысле, раньше, вот, посмотреть, я, видишь, как бы далеко не все принес, потому что, ну, там тащить очень много. Понятно. Да. На самом деле, раньше производители зарубежные, они что-то все время пытались сделать. Они придумывали стали, композитные стали, новые покрытия, новые замки, новые типы обработки и все остальное, да, то сейчас они ничего не делают, потому что они знают, что китайцы это сделают дешевле и буквально повторят через короткое время. Поэтому они перестали соревноваться между собой с китайцами. Поэтому мы видим то, что мы видим сейчас на рынке. А это вот с того времени, когда им еще хотелось чем-то людей удивить. Просто посмотри даже обработку титана. Сейчас ты даже такое редко встретишь. Вот на фреймовой части вот этот вот рисунок. Это титан? Это титан. И он закрыт в DLC. И вот этот же здесь, подниму стальной лайнер. Я подумал, что это на 8. Нет, это титан, причем он закрыт в DLC. И вот такая обработка в ноже, который стоил там порядка 200 долларов. Ну, как бы сейчас ты такого не найдешь. Сейчас делают максимально, там, максимально простое, что-то, шляпу какую-то. Поэтому ножичек такой вот тактикульный. Да, он такой весит. Да, оно весит, он нам что-то больше 200 грамм весит. Был потом период, когда я собирал эндуры. А сейчас перестал? Ты знаешь, я при переезде из Владивостока в 19-м году продал всю коллекцию, оставил себе одну или две. Но, честно тебе сказать, эндуры мне нравятся, ну, как бы, эндуры я просто очень быстро собрал, все самое редкое, и быстро потерял к этому интерес. Потому что у эндуры, по сути, у нее типов гринда совсем мало. У нее есть вейвовая, есть тренировочная, есть со спусками от середины, есть от обуха, есть серрейтер, есть полусеррейтер, все. Ну, и как бы, и варнкли, по-моему. Ну, это уже после появилось, после того, как я перестал их собирать. Вот. И как-то я ее подсобрал, самое интересное, и достаточно быстро потерял к этому интерес. Но, вот сейчас это совсем свежая. В общем, она нигде не заявлена, как спринтран, но последнее время спайдерка показывает, что все, что они делают с цветными накладками, все спринтран. Так же, как они свою спай-27 сталь заявили, сделали вот такую маленькую партию, и все, ее снова нету, ни у кого нету. Спринтран, это такая короткая серия, ну, маленькая партия. Да, да, да. Лимитированная серия. Лимитированная серия. Да, собственно, вот это из свежих. То есть, думаешь, если попадется взять, да? Просто я думал по поводу... Ка-390? Да. Ну, блин, обслуживать ее я, наверное, морально не могу. Ты знаешь, я не могу тебе сказать, что это сталь, которая требует прям максимально там, повышенного требования у нее какие-то там к уходу, потому что взять эту же сталь, она раньше была только на ножах спайдерка Полис 4 в G10 версии, вот там она реально от воздуха ржавела. Здесь пока я ничего не наблюдаю. Опять же, у меня была антестин Делла, ею я там и лук резал, а это очень агрессивная среда, и проблем никаких не было. Вот. Ты знаешь, самое интересное было в эндурах, кстати, наверное, не просто собирать серийку, а эндуро это такая вещь... Вертикальный люфт остался? В смысле? У меня вот прям есть легкий вертикальный люфт. А это как бы не зависит от того, это, ну, это не зависит от года производства или чего-то, они просто есть. Именно в эндурах, да? Да, и это очень легко лечится. Я смотрел, у тебя ролик нужно попилить этот... Да, коромысло. Коромысло. Да, в принципе и все. Вот. Самое интересное было в эндурах в том, что там много мяса, знаешь, как сейчас модная песня, настоящий пельмень, много мяса, мало теста. Вот в эндуро примерно то же самое. Ее всегда можно было регриндить. И у нее достаточно много разных стали. И, допустим, конкретно сейчас я на кармане, вот это лежит просто в ящике на черный день, типа, вот, есть у меня и все. А фактически я пользуюсь вот этой вот с регриндом, с решейпом. Это на ВГ-10? Нет. Это старая ZDP-189 со спусками от середины, когда их калили... Как красиво. Когда их калили на 65 единиц, на 66, а не как сейчас 61-62. Потому что сейчас она просаженная, плюс это регринд. Что она тонко сведена, у нее изменена форма рукояти. Как бы это все отдельно делается. Сто угод тоже. Да, да, да. Вот. Плюс здесь накладки крашеные, то, что я делаю, периодически крашу. Ну и здесь стоит там глубокая клипса. Это то, что я сейчас таскаю именно на кармане. Вот сейчас кайф вот в этом. Потому что она там твердая, старая, с регриндом, выглядит хорошо, режет как джедайский меч. Клипса с Алиэкспресса. Конечно, конечно. Ну, потому что глубокая вот эта. Да, потому что на самом деле отдавать за оригинальную там 25 долларов плюс еще и доставка, ну, что-то, наверное, слишком крутовато. Красивое изменение формы. Я тоже смотрел, мне понравилось. Да, ну, это изменение формы сделано, знаешь, по мотивам был такой старый ножик, назывался он Калипсо. Не помню. Ножи ему много. Из него потом сделали серию калий. Там 3.0 и 3.5. Такие на карбоне в ZD-189 в обкладках были с проволочной клипсой. Маленькие ножички, да. А до этого был нож, назывался Калипсо. Такие большие, узкие. Вот это примерно с него и сделано. А накладки, она была белая или какого цвета? Нет, накладки были обычные от серой эндуры. Серая красится, черная уже не красится. Нет, черная не красится. Ну вот, в принципе. Ты не знал, что она была брать серую. Я с черной, у меня обычная новогодесятая, но я ей вполне доволен. Ну, а видишь, ты черную можешь купить со спусками от середины и сделать ей там регринд еще что-то, а серая только со спусками от обуха. Да, меня от обуха устраивает. Ну и слава богу, да. То есть просто от того, кто как пользуется. Я же говорю, в городе для большинства если продолжать вопрос вот регриндов, да, потому что в какой-то момент на самом деле каждый раз, когда вот твое увлечение, допустим, ты увлекаешься серийными ножами, в какой-то момент ты хочешь даже подороже, в какой-то момент ты думаешь, надо все распродать, купить, там один нож дешевый им пользоваться не жалко, потом все равно твои хотелки берут над тобой верх, но когда ты, допустим, уходишь в кастомный сегмент, то потом возвращаться к серийке очень тяжело, потому что в кастоме, опять же, в моем случае, когда есть возможность самому нарисовать и оно воплощается в металл, это как бы совсем другие ощущения, вот, то для меня, допустим, вот регринд, это спасение, потому что это вроде как уже кастомизированный нож без каких-то там заводских признаков, да, что такое только у тебя и у Майкла Джексона, вот, но... Что такое регринд, надо тоже сказать, потому что с ней все знают, регринд, ну, в том числе, есть у тебя изменение формы клинка. Это называется решейп. Изменение формы решейп. Да. Регринд касается только изменения спусков и сведения. Да. Вот. Это называется решейп, я не знал. Решейп, да. Делается, почитали, тоже на гриндере, в общем-то. Да, да, конечно. Есть еще третье, знаешь, это три всадника апокалипсиса, когда тебе надоедает серийка, регринд, решейп и реблейд. Реблейд, это когда берется какой-то ножик, в моем случае, это был очень купленный, очень ушатанный нож на барахолке DPX Хест. Был просто, знаешь, такой вот, как будто его насиловал дядя, растлил. Вот. И опять же, сюда Виталий Кононенко врезает мне сухарь, потому что они шли без сухаря. Шарик меняется на керамику, шайбы меняются с фторпластовых на перфорированные бронзовые, и у Хеста очень толстый клин. Очень толстый клин. И он очень толсто сведен. И захотелось клин потолще, и здесь это решили вопросом тем, что поставили шайбы толще, клинок потоньше. И здесь своя собственная форма клина. Сталь М390, здесь вейв, тоненько достаточно сведена, при этом вот такая вот форма, которая вообще нетипична для Хеста. Это такой вот мой вариант, там я его обозвал пиранья, я не знаю, его в 19-м году, там весной, по-моему, делали. А ДПХ Хест в версии 3.0 только вот в конце 2020 года решили, что надо ставить сухари и ставить сталь М390. Я когда в Инстаграме выложил эту тему, их отметил, они говорят, это не наш нож, мы такого не делали. Я говорю, я знаю. Так что, вот это Reblade, это когда ставится новый клинок. Возможно, даже другой формы. На фреймблоке, да, сухарь должен быть. И желательно все-таки, чтобы ставили керамические шарики ДДН. Да, потому что у меня уже два ножа. Стальные стираются очень быстро и появляется в сложенном состоянии люфт, он перестает держать. Ты потом начинаешь гуглить, как его потом сделать. Как заменить. В домашних условиях не имея ничего. Да, самое главное, нужно купить сами шарики. Ну, видишь, теперь потоньше и сведен потоньше. Он теперь хотя бы режет и при этом примерно все то же самое, еще и вейв полноценный. Хотя на хесте он тоже есть, но мне вот такой как-то больше приглянулся. Довольно толстый, ковырятель даже. Ну, это кончик, да. Но, видишь, если у оригинального хеста там миллиметр, то здесь типа 0,7, а основная часть 0,4. Ну, и разумеется, stone wash, чтобы не было видно царапин. Все фаски сняты, все. Какое любимое покрытие? Stone wash? Ну, это как бы не покрытие, это финиш клинка. Да. Если говорить про покрытие, то, наверное, я имел в виду финиш. Да, финиш stone wash, однозначно. Stone wash или black wash, вот знаешь, в зависимости от ножа. Если хочется чего-нибудь такого потоктикульней, то, в принципе, можно и black wash, да. И DLC, да, любимый? Ну, в принципе, да, причем не полированное, матовое. Хоть оно и маркое, но выглядит хорошо. Да, оно же бывает матовое, бывает глянцевое. У меня же как раз на этом уже матовое. У тебя матовое, а вот, допустим, у Cold Steel'а у них глянцевое. Причем, на самом деле, мало кто знает, что вообще, на самом деле, DLC прозрачное. Просто это наносит покрытие и сверху его закрывают. Чем-то его, какое будет у тебя сначала, ну, предфиниш, от этого зависит, чего ты получишь на выходе. Также, допустим, Rocksteed. У Rocksteed'а они кладут просто прозрачное на чуть-чуть затонированную SDP-189 и ты смотришь, что такое черное типа зеркало почти. А на самом деле, оно прозрачное. Recon 1. Да, Recon 1. Почему? Ну, ты знаешь, это все-таки это делает парень в Украине, Андрей Немезис, Андрей Белинский. Вот. Собственно, почему Recon? Да потому, что, наверное, все-таки Recon это такая штука от Cold Steel'а, которую не жалко, которая может все что угодно. У меня тоже есть. Я сам его перетестивал, знаешь, типа тестировал по-жесткому. Прям у меня есть ролик. Убить хотел прям. Ролик, да, что я там типа его там брал обратно, стороной к руке привязывал, там прям снистовой одрью такой, знаешь, лупил, короче, им, чтобы он сложился, но он так и не сложился. Мы там вдвоем с товарищем висли на нем, чтобы он сложился, он тоже не сложился. Притом, что он без ланя. Да, он просто на G10, вот. Это просто, наверное, такой ножик, который вот нравится, который, мне кажется, должен быть у любого нажимана. Вот знаешь, типа, вдруг война у тебя есть. Причем, раньше все гонялись за Ситеской, потому что 35-ка сливала первые партии, а то, что сейчас есть у нас вот в Сирике, 35-ка отличная. Я видел это сравнение, где-то удивился крайне. На Брокенскалах, да. Будет время, поищу, у меня есть, называется, настоящий тест Cold Steel Recon 1. Я вот обзор у кого-то видел на почему типа Cold Steel Recon один говно и там один из аргументов. Я мельком смотрел этот ролик, при таком массивном клинке у него отсутствует лайнера и поэтому он хлипкий. Что-то типа такого. Да я вот от многих людей, владельцев, слышал, что это один из самых, да, действительно неубиваемых ножей. Ну, мне самому нравится. Я когда-нибудь его себе куплю. Я думаю, что либо Recon'а, либо Loman'а надо держать. Вот знаешь, на случай, когда... А у меня был недавно. Ну, что-то как-то... Скучно, не тактикально. У меня просто все Cold Steel практически тантоиды. Ну, ты знаешь, на самом деле, для Cold Steel, который в принципе не режет, он не создан для резать и это нигде не заявляется. Они нигде не говорят, что он режет. Он для руки. Они говорят, что это типа там у них крепкий замок. На этом построена вся маркетинговая стратегия компании. Была, пока у руля был Лин Томпсон. А тут еще, оказывается, Энри Демко покинул компанию. Ну, да. Узнал вчера из выпуска. как, так же, как и Эллин Томпсон, они же вместе ушли. Просто сейчас Демко же на тех же самых мощностях. Он консультировать остался Cold Steel, но на их же мощностях, ты знаешь, да, что он выпустил свою бюджетную серию ножей. Что из АУС-10А. Это которые АД-15, по-моему, Нет, нет, нет. У него есть вот эти новые АД-20, по-моему, у которого как на Скорпион... Нет, Скорпион блок, это вот это то, что на АД-15. Они же более дешево выпустили. Да нет, это Cold Steel. У Демко есть свой замок, Shark Lock называется, вот сверху. И он выпустил на тех же мощностях, где Cold Steel, выпустил бюджетную серию по 120 долларов из АУС-10А. Такой же на Тайване выпустил сейчас вот эти дешевые ножи. Он их вот буквально у себя в Инстаграме недавно презентовал, будет их продавать только с сайта, что в ритейл они не пойдут никуда. Но они такие трехдюймовые клиночки. Это как бы не совсем для поклонников Cold Steel, а больше для тех, кому вот хочется попробовать замок. Ну, я такой вот, я видел, как он работает именно внешне. Интересно. Пока мы с тобой далеко не убежали от Cold Steel, здесь было бы, конечно, я очень часто, правда, говорю эту фразу, здесь уместнее было бы включить группу «Руки вверх. Девочка из прошлого». Ты мой гость непрошенный, девочка из прошлого, мне не говори, прости. Это нож из времен, когда Cold Steel делался в Японии из стали VG1. Это Triple Action, это так называемая типа американская бабочка. Смысл у нее в том, что ты ее откидываешь, делаешь вот так, и она снова раскладывается, что у нее примерно вот такая система складывания. Я такую систему складывал, видел какого-то ножа, беломор. Да-да-да, как бы это вот с него и срисовываю. Как называется? Нож Triple Action. Triple Action. Я не видел. Ну вот он такой вот. Это еще, видишь, Япония, это еще эти крестовые винты, это VG1 сталь, это вот такой был тантоид, был еще такой кинжальчик типа. Да, совершенно серейтерный, самый трушный. Что это тоже такое вот там алюминиевая рукоять, он такой очень прикольный. Он никак не фиксируется, ты просто в руку не держишь? Да, ты его держишь в руке и все, он фиксируется. Вполне себе. Да, что на самом деле сейчас в коллекции остаются только какие-то либо очень необычные ножи, либо очень старые. Все остальное, к сожалению... Либо для души что-то совсем, да. Ну и то, знаешь, для души единицы из современного, потому что, на мой взгляд, сейчас вот именно из-за того, что китайцы сильно развиваются, все основные бренды, вот эти, ну, американские, они находятся в такой, в дикой-дикой стагнации. Ничего нового не придумывается и от того, что придумывается, становится грустно и тошно, по-другому не скажешь. Ну да, прикольно. Я вот, я говорил, видел такой стимул замка только у Беломор, вот я не помню, кто это там, не релся? Стилкло. Стилкло. Да. Это ребята, которые копируют зарубежные аналоги с минимальной переработкой, делают их в Китае. Еще у кого-то из французов есть, ну, такая штуковина. Открыто. Да. Так, что еще тебе из старого? Знаешь, наверное, мне надо было, кстати, принести цельносериейтерный полис, цельнометаллический, потому что это была такая вот первая хотелка, которую я там вынашивал года полтора, прежде чем его купил. В фильмах посмотрел? Да, 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 это однозначно, это вот там какие-то первые фильмы, это был 100%, бойцовский клуб, там, где ему яйца хотели отрезать. Точно, да, тестикулы, вот, да, в общем, ну и в принципе там, потом еще очень похожий на него был. У меня вот гарпия, вот я ганнибалу не нравился, плейновый, но плейновый уже нету. Гарпию что-то как-то никогда не хотелось, не знаю, почему. Чисто для видов, для души, чтобы даже не брать, просто висит, может быть, бусину какую-нибудь с лектором повесить, просто чтобы было дань фильму. Ну, ты знаешь, нет, мне как бы сам нож, вот эта вот дыра в рукояти мне очень не нравится, которая для откручивания такелажных вот этих всяких там приблуд, да, типа он же по идее там морской ножичек. Не морской, а для этих лодочников, как они там, под парусом. Ну, просто классно, как объяснить, невозможно, если хочется. Вот я, допустим, заменил всю эту тему Лил Матриархом, он мне нравится значительно больше, своей формой, всем остальным, но это что, он на базе Делики, он такой разборный, поприятный, пластиковый. Даже злее выглядит. Да, вот, поэтому как-то это полис надо было притащить, но я его не притащил, потому что это была хотелка. И вот зато была другая хотелка, которую я реализовал. Был такой замечательный сериал 24 часа с Кифером Сазерлендом. В общем, там, как обычно, всякие тайные агенты, и вот он там первый, по-моему, два сезона шарахается конкретно вот с такой вот Халой 3. Это Хала 3, которая 10-сантиметровый клинок, их там перестали производить в 2008 году. У меня их было две. Одна 1999 года, я ее не так давно продал, этот нож 2005 года. Сколько у него сантиметров клинок? Десять. У нас, по-моему, девяти запрет. Ну, у нас запрещено к обороту. По ножам все просто. Складные ножи с автоматическим извлечением ножей свыше 90 миллиметров это запрещенный к обороту предмет. Это административка в самом плохом случае. А, допустим, если это мы говорим про фикс там с упором больше 5 миллиметров, то это холодняк. За холодняк есть нарушение транспортировки. Это тоже административка, но уголовные... Там небольшой штраф и... Типа, но уголовные статьи есть только за распространение, ну, за сбыт и изготовление. Это 222 статья, часть третья. Ну, в любом случае могут быть проблемы где-нибудь, если вы попрятесь... Но если вы попрятесь ножом и вас принимают на продажу... Нет, знаешь, на самом деле, если холодняк откровенный и у тебя нет сертификата, то да. Не-не-не, тут надо нажать кнопку большим пальцем, вытаскивать, отпустить кнопку и закрывать. Это называется нож с фронтальным выбросом клинка одинарного действия. Ну, бы не выпьется, мне всегда интересовало. Вряд ли ты нажмешь. Попробуй ты переверни его на стол кнопкой и надави. Ну, он вылетит с этого, да? Положи его плоскостью, как бы он к ноге. Нажимай, сильно нажимай. Все, да. И вот тебе и ответ. Все грамотные автоматы, все грамотные автоматы, они сделаны по такому принципу, что кнопку надо утапливать глубоко. Поэтому наличие предохранителя на автоматических ножах далеко не обязательно, если это нормально спроектированный нож. Вот. Это как бы такой предмет, который мне нравится, он такой чисто эстетический. Как ты понимаешь, я им ничего не делаю, потому что у него есть определенная коллекционная стоимость. Ну, и он просто такой очень клевый для фотографий, ну, и в руке. Потому что пятерка Хала, она прям огромная, она мне, ну, некомфортная. А тройка самое то. Ну, и плюс такая, знаешь, ассоциация с фильмом там, ну, вот. Ну, это вот как раз разряд для души хотелки. Да, да. Ну, это, видишь, такая хотелка. 2005 год, которую я реализовал там себе тоже только в, наверное, когда я реализовал. Ну, году тоже там, наверное, в 17-м или в 18-м где-то. Полусеррейтор. Ну, да. Наверное, идеальный бы был вариант, если бы это было чисто черное, плюс они были еще с долом, еще и со светящейся кнопкой, без вот тут маркировки и плейновая. Вот тогда бы я был полностью счастлив. Но, в принципе, имея такую, я тоже счастлив, потому что она еще, видишь, на кастомных винтах. Было время, когда делали обычные. Это три винги винты называются. Такие, не знаю, видно будет, такие, три маленьких отверстия, под нее еще специальный бит. Причем они бывают тоже трех разных вариаций и под каждый свой бит. Каждая бита стоила, типа, 25 баксов. Это тоже такая... Маркетинг. Да, да, да. Если мы продолжаем говорить про фронталки, то... Это моя хотелка на будущее. Это китайская фронталка, Веспа. Это уже самостоятельный дизайн. Это не просто копия какого-то ножа. Кто-то может сказать, что, ой, да это же Скораб. Нет, потому что она изогнута, у нее по-другому реализовано темлячное отверстие, есть третьевая колба, которая светится вне зависимости того, зарядили вы ее светом или нет. Но... Неактивная просто. Но на самом деле нет. Ну, если, наверное, там совсем съесть ее. Там нету трития. Это просто принято называть третьевые колбы, но там не тритий. Ну, это там вообще какие-то там, знаешь, типа, я забыл, что это за газ, но это тоже он там, как бы дышать им не очень хорошо, но он не радиоактивный. Потому что тритий штука охрененно дорогая. Это второго поколения Reaper. Он наобоюдоострый. И у него карбоновая вставка в клинке. В клинке. Да, это такой асимметричный кинжал. Это тоже предмет, запрещенный к обороту на территории Российской Федерации. Потому что обоюдный. По длине клинка он проходит, а вот потому что он обоюдный, к сожалению, нет. Как ты его сюда привез? Да, как все. Понятно. Как бы проблем-то нет. Очень интересно, да. Я как раз смотрел у тебя обзор. Я выбирал фронталку на одной из нафолок. Как раз я подходил, когда ты присутствовал, спрашивал. Я начал смотреть действительно, что у него клинок достаточно большой. Крупный. Как бывает, например, ты сам. Ты знаешь, по верхней грани там что-то вообще 83 или 84 миллиметра всего. А по нижней 95, по-моему. Ну, он выглядит именно как в руках. Он не кажется себе маленьким. Да. Выглядит хорошо. Плюс у них качество, вот я не побоюсь этого слова, у меня было много ультратеков оригинальных от микротека. Комбо-трудоны, были трудоны. Качество у этих ножей лучше, чем у ультратеков последних годов. Как минимум, не уступает. Ты знаешь, получше даже. Даже лучше. Да, вот прям совсем-совсем свежий, я не знаю, но с точки зрения люфтов и качества обработки. И стоит раза в три дешевле где-то. Да. Что там у нее сейчас, по-моему, на Алике там что-то 1014 она стоит. Да. В М390. А если там на какую-нибудь акцию попасть, там 1012 легко возьмешь. А распродажи 1111 все знают. Нет, ну, можно раньше, они же там сейчас каждые 2 или 3 месяца объявляют скидки. На М390. Да, да, да. Хорошая. Ну, прикольно, что ты никогда ее не поймешь, потому что они тоже не предназначены для резки, и они, в принципе, не резки. Отрезать можно, как и DC использовать, да тоже можно, если хочется. Причем так пафосно его достать. Единственное, не делайте это, пожалуйста, не делайте это в общественных местах. Можете направлять человека. Потому что, как говорят, Джоз пелемушку. Да, иначе можно. Да. Острое, так если чего. Да, вполне. Ну, кстати, сказать, если ты захочешь этим, там, кого-нибудь, допустим, там, вплотную открыть, он не откроется. Они слетают с направляющей. А хала нет. Ну, у него кнопка утоплена, поэтому... Нет, ну да, в смысле нет. Я про то, что, знаешь, был фильм со Сталлоне, назывался он, вот есть фильм «Неудержимые». А есть «Неудержимые», там, где он один бегает. Где он с красной халы как раз шарахался, с пятеркой. Там есть кадр, где он такой снизу к челюсти подставляет, нажимает, оно там чуть ли не с черепа с обратки вылетает. Такого, конечно, не будет. Но вот эту штуку, если ее вплотную к кляшке подставить, ну, наколешь ты нормально, в принципе. На пару шов, я думаю, попадешь. Не, ну, чтобы были швы, надо распороть. А она узенькая, она вот так вот войдет, чуть-чуть вот, ну, может, один товарищ в Инстаграме себе как раз ты его знаешь в ногу себе, наверное. Миш, пошли домой, сын. Я не понял. Я не понял. Денис его зовут в ногу себе воткнул. Знаешь, а с товарищей, которые что-то себе воткнули в ногу, я знаю только Кочергина, который себе растек голень на видео и потом сам себя зашивал. Это единственное, что я знаю. Я это видел, не понял, зачем тебе это делалось. Вот. Если мы с тобой говорим про то, что сейчас крайне редко что-то делают, наверное, это вот единственное, что я за последнее время себе взял. Это CRKT, это по дизайну Касвелла, это складной керамбит. Очень интересное такое решение. Но я тебе могу сказать, что он неприлично дорогой для своих материалов, потому что это D2, это там CeraCode, но цена у него там 200 долларов почти. Ну это за идею, за сам механизм. Да. Потому что он необычный. Да, совершенно верно. И у него интересный момент по клипсе. У него клипса, видишь, ровная, но у нее есть вот здесь насечка, что когда ты нажимаешь ее, она отгибается, и ты ее можешь надеть на карман. Ну то есть, так просто не наденешь, нужно всегда нажимать. Ну в смысле, ты его берешь и просто когда опускаешь, нажимаешь, она приподнимается, ты можешь надеть на карман. Нужна ли она на кармане обычному человеку? Ну так как бы нож такой, знаешь, который тоже можно использовать в ADC для распаковки. Для распаковки, да, вполне. У меня вот самое популярное, чего используют, если тяжкие срезать, бывают провода затянутые, нужно распотрошить, соответственно, нож в помощь. Да, замок у него тоже интересный, у него вот здесь пластина, ты ее должен сдвинуть в противоположную сторону. Ага. И будет, то есть она вот так вот сдвигается, фиксируется, да? Нет, ты ее должен сдвинуть, держать, да, и потом складывать. Вот здесь вот у него круглая пружина, которая... То есть у него такое не совсем однорукое оперирование получается, да? При складывании? Привыкать, да. Ну, ты знаешь, давайте попробую показать. Можно. Да, у меня как бы все несколько быстрее происходит, потому что, ну, я хоть и не так часто с ним балуюсь, но тем не менее, без проблем его можно одной рукой сложить, но как бы такая штука. Ну, вопрос просто практики. Да, ну и плюс вот прикол с клипсой тоже прикольный такой. Ну, среди керамбитов, да, он запоминается, как коготь. Ты знаешь, самый запоминающийся керамбит, тоже, который мне очень нравится, это Бастиенков, Бастинелли, Мако. Очень клевая тема, просто супер. Посмотрю, когда буду верстать все это вклеивать, очень много ревьев, я посмотрю. Далее, наверное, из прошлого и из такого максимально тактикульного это, наверное, вот этот нож. Опять, ну, вот так случилось, что опять он запрещенный к обороту у нас на территории. Не делайте так. Да, это нож Гербер Авто 06, очень-очень старенький, и у меня с ним есть такие некие сентиментальные чувства, потому что так случилось, что я одно время находился в Афганистане по работе, и, в общем, там была ситуация, что у меня была возможность меняться с военными на какие-то там ножи, еще что-то. Это был далекий 2009 год. Это чисто такой контрактный нож, который для армии США, что это у них есть большое отличие по качеству между тем, что продается в магазинах, и то, что поставляется в армию. То есть, то, что по контракту. Да, потому что Гербер, она, в принципе, и живет только за счет вот этих контрактов до сих пор. И этот нож был у ребят, они там ездили на выезд, он был раньше с клинком танта, тоже был серейтерный, и подорвался у них автомобиль на фугасе. И там прям был такой вот рукоять вся побита именно осколками. И клинок был вообще прям, вот он был сложен, они их носят вот здесь на разгрузке. Они их не носят, как мы на кармане, он у них вот здесь на разгрузке, да, потому что, ну, тут не дотянешься, там пистолет, нож, все дела. Вот. И, собственно, был прям обгоревший такой обух у него, и вот мы с ним заменялись, и мне дали новый клинок просто. Я потом уже поменял, ну, ножу там, я уже не знаю. Причем там история такая была, что я его привез с Афганистана. Нож с историей. Да. Я его потом поменялся с одним местным парнем из Москвы. Туда я отправлял, типа, вагон-ресторан через проводницы из Бишкека, из Киргизии сюда. Ну, как все раньше делали, проводницы. Да, это типа там, вот я говорю, это там, типа, как раз канал только-только начинался, я вот с ним заменялся, и так получилось, что парень, он то ли в больницу попал, то ли что-то, и он как бы не успел его даже распаковать. Вот я ему как передал в коробке. Причем там, знаешь, проводницы же, они же тоже не дуры брать, что попало. Они же смотрели, что ты передаешь. и я, короче, знаешь, что делал, я покупал, короче, хаб, ну, просто не свитч, а просто хаб, восьмипортовый. Я его вскрывал, кишки выкидывал, эти коннекторы оставлял, туда его просто в тряпку замотанный закручивал, и в коробку, там, знаешь, бренд раньше был, тенда. Они же самые дешевые были, я туда запихивал, и, короче, это такой, посылочка. И, буквально, я уже там, во Владивостоке пожил, я уже переехал сюда, в Москву, и это вот было как раз в двадцатом году, летом. Этот парень мне пишет, ну, мы тут с ним уже пересеклись, раньше никогда не виделись, пообщались на выставке, и он мне такой, говорит, слышь, прикол, короче, я, говорит, тогда в больницу попал, и, говорит, коробку это просто вот положил, там, занимался здоровьем, и вот я из мастерской в мастерскую переезжаю все это время, там, вот сколько лет, семь лет где-то или восемь, и, говорит, я эту коробку за собой везде вожу, там, у меня коробка с материалом, еще что-то, а тут, говорит, наводил порядок в мастерскую, и прям нашел, вот прям как он замотан, я, говорю, даже не распаковал, я говорю, давай обратно меняться, ну, уже на деньги, так что он, короче, это даже немножко мне вернулся, а я к нему уже приехал, вот, плюс, когда увлекаешься всякими этими ножами, становится скучно собирать хорошие ножи, потому что хороших ножей очень много на рынке, очень много хороших ножей, и все имеют, ну, какой смысл, поэтому начинаешь собирать что-то такое необычное, или какую-то дичь, вот, в плане дичи, одно из таких последних приобретений, это нож уверенного в себе мужика, только уверенный в себе мужик может позволить себе носить розовый нож с голубым клинком, это лимитированная модель для американского магазина Blade HQ, сделан нож в стиле, как будто бы это пончик, что вот эта розовая глазурь, там, видишь, всякие эти... Ну, крайне мужественные, да, что ты должен, короче, под розовую рубашку, вполне себе можешь позволить такое носить, ну, такой яркий, необычный, каждый винтик нового цвета, самое забавное, что он стоил, что он стоил, там, меньше 50 долларов, но их разобрали за 20, по-моему, минут, и сейчас его цена, там, на вторичке уже перевалила за 220 долларов, вот так и становится коллекционными ножами. да, причем они первый раз первую партию сделали для прикола в 20-м году на 1 апреля, или, а, вру, не на 1 апреля, а на Донат Дэй, типа, день пончика, да, или на 1 апреля, а потом повторили на Донат Дэй, но я вот, в общем, в декабре 20-го успел купить, и прям реально очень много... Нет, это все обычная краска какая-то, которая сотрется там буквально за полдня. Все как коллекционный. Да, он просто прикольный для Инстаграма, там, но при всем при этом, как только я его в Инстаграме показал, мне такое количество мужественных мужиков написало, продай, и все, знаешь, типа, с одним и тем же. Это, жена увидела, жена просит. Ну, типа, я же не тупой, я же понимаю, что это и как, там, жена никогда в жизни ножами не интересовалась, и на мой Инстаграм не подписана, но, да, срочно надо. Ну, просто, мальчики такие мальчики. Ну, правда, интересно. Да, необычный. Тоже интересный нож, отечественного производителя, это нож Андрея Ивановича Бирюкова, это модель номер, по-моему, это третья модель, да, в последнем его поколении, которое уже не производится, я его уже сам там кастомизировал, сам делал, короче, Stonewash на нем, перетачивал. очень интересная тоже история была с Андреем Ивановичем, мое первое знакомство с ним, с его ножами произошло, опять же, в 2013 году, когда я жил там в Киргизии, или даже в 2012 году, я купил его первый складной нож, он стоил что-то 100 с лишним долларов, качество было просто говна кусок, просто по-другому не скажешь, мягче не скажешь. И я снял вот такой обзор, что знаешь, там вплоть до того, что общество слепых, кривых и глухонемых в сотрудничестве с Андреем Ивановичем выпустили нож. Ну, такое прям, не стеснялся выражения. Да, и как бы и все. Ну, я расстроен был, потому что он был сделан очень плохо. И потом я уже переехал во Владивосток, и в 2016 году он мне сам написал на почту, говорит, вот ты тогда меня, это самое, публично, вот так. Говорит, я хочу прислать тебе нож, и мне нужно, чтобы ты мне сказал, есть ли у меня за это время прогресс, или лучше мне этим вообще не заниматься. Мне прислал, там оказались совсем другие ножи. И он спросил. Достойная реакция на критику. Да, это самое лучшее, это единственная адекватная реакция из всего, что я встречал за все время канала. Это единственная адекватная реакция. При этом он мне спросил, как сделать ножи лучше, и мы стали с ним переписываться, я ему что-то стал подсказывать, что-то рассказывал, где что взять, где что заказать. И он себя очень комфортно сейчас чувствует на западном рынке. Он перестал продавать к нам, потому что в России вот это все не ценят, и все время пытаются сравнить с китайцами. А тут количество ручного труба, ты просто офигеешь. Это минимализм. Ну, вот ты прикинь, вот ты прикинь, это 125-ка, и год назад ты мог купить 125-ку вот в таком исполнении на Титане, она стоила 12 тысяч рублей. При курсе, что курс уже 70 был. Это недорого. Я тебе про это и говорю, но при этом все начинали, ой, да китайцы могут сделать лучше, ну что, что 125-ка. Андрей Иванович, как человек искусства, просто говорит, да идите тогда, я буду продавать на Запад, снял все эти модели, стал делать другие, цену поднимает, на Западе все рады, вот, а мы нет. Причем я тебе больше скажу, здесь знаешь еще в чем вся фишка? Здесь сухарь, очень интересная конструкция, здесь вращающийся шарик детента. Здесь у тебя шарик не катается, а у тебя сухарь состоит из двух половинок. В одном есть отверстие, чуть меньшего диаметра, чем шар, и у тебя шар внутри, в смазке, он катается. То есть, как ручка, шариковая ручка. Типа да, 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 поэтому такой ход. При этом здесь там керамические подшипники, керамический шарик детента, все дела. И вот можно было купить нож за 12 тысяч рублей. Самые дешевые были, по-моему, с Элмаксом, и стоили они там, типа, тысяч по семь, по-моему. В Титане, вот такие же, понимаешь? Просто сам дизайн, мне понравился дизайн, такой прям минималист. Ну, называется общий русский стиль. Знаешь, тебе любой посмотрит, скажет, о, украли из Шарогорова. У нас, понимаешь, тоже такой интересный момент. Это то, о чем мы с тобой говорили. У нас, на самом деле, многие не хотят думать, и они могут говорить, что два ножа похожи друг на друга, просто потому, что у них одинаковые цвета рукоятки и клинков. А когда ты убираешь цвета и делаешь, грубо говоря, 2D рисунок, они такие, не, ну, так, ну, типа, разный. А вот то, что у него и у того песочная рукоять, и у этого, да, это 100% одно и то же. Ты знаешь, как у Custom Night Factory есть недавно вышел совместная, коллаборация с Джонни Соренсеном. Это Роутерн. Я совсем пока не успел. Нож Эво. И все такие, да это украли со страйдера. Это вот вообще принципиально разные ножи по своей задаче. Там, да это страйдер, у него вот тут отрезали, вот тут. Все пытаются притянуть за уши, что вот это украли с того и все. И любой тебе, который скажет, о, да это с Широгоровых, потому что здесь тройной клин и спуски от обуха. Это значит, у Широгоровых. А то, что это до Широгоровых использовали и черти кто, ну там, и то, что Широгоровы... Ну, они первым увидели Широгорову, потом начинают ассоциироваться с тем, что они видели первым. самый прикол, что раньше китайские ножи были такие, типа, Enlan, Enel 02. Еще когда Широгоровы... Ты же знаешь, да, что Широгоровы начинали с реплик. Они делали реплики на американские ножи. На Аксисе, там, типа, вот всякие там у них ножи, дельфины и прочее, что это были просто, как бы, копии... И китайская сборка, а русская. Да, наша со всеми вытекающими, там, ни про какое сведение речь не шло, Х12МФ, как положено, все дела. Поэтому, ну, вот сейчас все сравнивают с ними, потому что, ну, они популярны, они известны и все остальное. Вот. Ну, и то, о чем мы с тобой говорили в самом начале, ты показывал свой Native 5, Lightweight. Я сейчас очень часто хожу вот с этим ножом, потому что я понимаю, что мне вскрывать посылки хватает вот этим. Это дизайн Vox и Enzo, два в одном. Это Giant Mouse Riff. Я был просто крайне удивлен, когда я его получил. Я его заказывал просто, потому что мне нравится Giant Mouse, хотелось показать. Но когда он пришел, я посмотрел, это, наверное, один из немногих Giant Mouse, который я сейчас решил. Маленький. Нет, ты просто берешь и давишь на фрейм. Да я вижу пальцы. надо привыкнуть совсем. Либо ты можешь его снизу открыть щелбаном. Можно. Маленький, для моей руки прям совсем. Вот так ты его берешь, им распаковывать посылки, или там что-то подрезать, стяжки, и все остальное. И мне реально он очень понравился вот этим своим дизайном, размером, как он сделан. Микарта, вот у меня сейчас такое микарта, бронзово, медное какое-то настроение. Я сейчас недавно притащил, тоже захотелось попробовать бронзовые часы. Вот прям капец понравился. И как, не зеленит руку? Так я наоборот хочу. Руку не зеленит, сами зеленеют. А вот здесь у тебя сейчас полоска. Где? Ну вот, да. Уже зеленит? Да, в принципе. Я сейчас потому что бегал, как бы там жарко было. Да, вот первый раз она зеленит, потому что вот здесь, если ты посмотришь, уже пати на зеленый. Так я и хотел, чтобы они такие, знаешь, были типа в пати. Винтаж. Да, вот мне сейчас такое нравится. Ну как и Микарта Винтажа. Да, да, она затирается, на ней появляются такие твои персональные следы. Знаешь, как там раньше, помнишь, там была передача на MTV типа не по домам, а что-то там показывали какие-то странные вещи, которые покупают себе богачи. Я вот помню, был ролик, когда показывали, что эти всякие американские звезды одно время покупали себе дорогущие ковбойские шляпы. Но была типа фишка, нужно было сделать вид, что она типа затасканная, что ты типа супер ковбой и там за 5 тысяч баксов тебе ее там пропитывали там каким-то типа не потом, а чем-то таким, знаешь, там специально, что ты покупаешь, ты типа да, покупаешь новую дорогущую шляпу там за 5-6 тысяч баксов и тебе еще там за пятерку ее состаривают. Ты такой, ты можешь, кстати, свой нейтив достать для сравнения. Все-таки нейтив, он такой более, более понятный, да, при всем при этом. Мне он нравится, как он в руке сидит. Клинки, клинки примерно одинаковые, а вот рукоятки сильно разные по габаритам. Чуточку больше клинок. Ну, вот. Да, поэтому вот это тоже. В Микарте сейчас жду, когда ко мне вернется баг в 50-30. Ну, я знаю, что Микарте там не нравится, что она гуляет. Да. Мне хочется ее тоже. Который Slim Hunter, да? Slim Hunter. Я знаю его недостатки, но мне его тоже захотелось. и ладно. Понимаешь, на самом деле, вот тоже очень важный момент относительно того, что у нас очень многие люди, они сильно зависимы от чужого мнения. И вот он бы, может быть, и хотел бы носить, но он боится, что там это за шквар какой-то носить. Это знаешь, как типа человека, которого упоминают у тебя в подкасте больше всего, Алексея Пономарева. Ты знаешь, очень многие там говорят, о, типа там царап, типа какашка, капролит и все остальное. Но при этом почти у всех у них есть. Они просто не говорят, потому что это вроде как зашквар для них. Но при этом он у них есть. Это нормальный нож? Нет, нож-то нормальный, но вот типа есть такое стереотипное мнение. Все говорят, и я буду говорить. Да, да, на самом деле это так. Все прыгнут, ну и ты прыгаешь. типа смысл такой же. Поэтому я говорю, что на самом деле главное, чтобы нож нравился тебе, какой бы он плохой не был, тогда по-настоящему можно сказать, что ты вот сам выбираешь себе ножи, а не просто потому, что ты посмотрел обзор. Потому что в начале своего увлечения ты смотришь обзоры и покупаешь только те ножи, которые вроде как типа хвалят. Им понравилось, значит надо брать. Ну типа не так. Вот допустим, знаешь, в свое время типа крыса, эталон, все говорили. Я один раз купил, ну это шляпа. Но при этом все покупали, потому что говорили, что это хорошо. И поэтому я говорю, если что-то нравится, надо покупать вне зависимости от того, как ты относишься к человеку, еще почему-то. Главное, чтобы твоя покупка тебе приносила радость. Потому что по сути это все аксессуарика. Мы без этого спокойно можем выжить в современной жизни. Все сделано для того, что все пакеты сейчас открываются либо на зипках, либо уже есть надорванная часть. Хлеб продается порезанный, колбаса порезанная. Одного викторинкса Спартона вам хватит вот так мелко. Ну возможно. Я как бы викторинкса очень сильно не люблю. Тебя не нравится, но там принцип, там клиночек есть и ты им все сделаешь. Да, да, да. Просто видишь, я их не люблю, потому что как бы это мультиинструмент, а не нож. Мне как бы нравится больше ножи. Я его за нож не считаю. Ну там целая пачка всего. Ну нет, вопрос габаритов и вот размеров, понимаешь? Если бы это, допустим, даже взять с таким же размером какой-нибудь там Real Steel Phasma, я с большей вероятностью назову его ножом, чем назову викторинкс, потому что там вот эти штопоры, открывашки, вот этот вот формат для того, чтобы проносить было удобно в глубоком нажиманском кармане. Вот ты не знаешь эту шутку? Нет. Я тебе потом за кадром расскажу. К фиксам я достаточно холоден. Вот прям холоден-холоден. Мне фиксы вообще не нужны, потому что мне негде ими работать, я ими ничего вот не делаю. Видимо, и не нравится такого. Ну типа я вот складень могу даже на кармане там днем носить, а фикс-то я не поношу на кармане. Ну как бы в городе-то, где куча рамок и в офис, когда заходишь в офисном здании там тоже рамка и все доставайте и все остальное. Там складень я достал, тут я фикс, представляешь? Я просто реально удивляюсь тех людей, которые там рекон носят с собой там-то, типа говорят, это мой DC. Но вот эту штуковину в красном именно исполнении мне капец как захотелось. Она ну такая собака привлекательная. Это вот это фикс для души, понимаешь? Вот это, наверное, единственный такой... Я еще полный пленк я поставил. Ты знаешь, вот у меня они были там на обзоре, там он у меня был в Микарте, был в G10, Спектр был. Вот как-то не то. А вот этот именно, даже не по удобству, а чисто вот по тому, как выглядит. Красно-черный, вот в этих ножнах все супер. И бусина от этого Rusty Screwdriver, который Григорий Лицуков, сюда встала как нельзя лучше. У меня такая четкая ассоциация, я не знаю, застал ты такая была игра, нет, Battlefield Bad Company. Да. Вот у нее же как раз логотип был смайлик, только там была граната с чекой в виде смайла, а здесь вот такой вот прям, ну он такой вот прям, знаешь, клевый, его еще аккуратненько заточишь и прям вот нравится, как выглядит. Ну точно не у тебя все прям, до зеркального. Ну, потому что, да знаешь, на самом деле зеркальный это не показатель остроты, а это просто, ну знаешь, по-разному бывает. Бывает по-разному. Бывает, когда хочется на борт матовый подвод, хочется когда-то зеркальный. Поэтому все всегда по-разному, вот, но нравится. Это, наверное, вот он и у меня есть там фиксы от этого, от Вильямса, вот это, наверное, единственные фиксы, которые мне нравятся. Все остальное как-то мимо проходит. Вот. И скелетники я прям вообще не люблю. Совсем. Совсем прям. Как бы, сейчас вот есть, у меня ТРС скелетник, но я не могу сказать, что это рядовой скелетник. Он сделан супер. Сейчас у Кастанай Фэктори вышли сухофиксы. Они тоже очень прикольные, но вот скажем, его в коллекцию я бы, допустим, положил. Вот если у меня ТРС есть, СКФ бы я положил в коллекцию, но пользоваться бы таким в быту я бы не стал. Я не понимаю концепции. Опять же, как СУА, просто для души. Не обязательно пользоваться. Ну да, тут это вопрос фломастеров. Все фломастеры. Мне вот у Кабара нравится, который там, типа, под гаечный ключ у него задняя рукояти. Да, да, да. Вот просто, чтобы, ну, хочется, красивый аксессуар, можешь пофотографировать, можешь руке подержать. Ну, понимаю, что особо... На самом деле, Кабар, блин, они когда-то делали очень прикольные складни, недорогие. У меня Дозер как раз. Ты говорил, что тебе это ответил, по-моему, ВК, что тебе там на Д2 едет. Да, да, да. Мне вот тоже стало интересно. А вообще, самый крутой, знаешь, какой был клевый самый у Кабара нож? Харон. Это серия Зомбитек. У него была кислотно-зеленая рукоятка и такой узенький, длинный Танто. Да, видел. Они еще, кстати, есть. Нет, их давно сняли с производства. Они уже пять лет как не производятся. Я где-то в продаже его видел. У него рукоять очень напоминает как раз Дозер, и у него такой Танто. Нет, 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 форма вообще другая. Значит, я путаю. Нет, а тот был, он такой изогнутый, у него вся рукоять была под кожу ската, только кислотно-зеленая. Узенький такой, да. Вот его сейчас очень тяжело найти. Это, наверное, единственное, вот о чем я жалею, о продаже этого ножа. И еще, знаешь, я жалею, что я в свое время не успел урвать. Бекер сапком, тоже из серии Зомбитек, у него была отличительная особенность. Там же, знаешь, такой коротенький пузатый клинок, и у него, короче, серрейтор был вот здесь в самом начале. Не уставание. А вот здесь. Вот это вообще тема была. Он прям такой, прям, знаешь, ну, выглядел очень... Строгать вы можете, как обычно, с таванием клинка, а у кончик... Ну, там сложно сказать про строгание, только если какую-нибудь апельсиновую палочку или палочки для суши, но не более, потому что там клинок весь, по-моему, сантиметра четыре. Можно и таким. Да, поэтому вот. В принципе, ты знаешь, это все, что я тебе сегодня принес. Ну, это отлично. Да. Потому что ножей там много, но вот как-то, когда ты говоришь... Если бы пришел бы какой-нибудь злой человек и отобрал эти все ножи, но сказал, что ты можешь оставить один, какой бы один ты оставил? Ну, разумеется, свой. Я бы, наверное, оставил сейчас гнома. Гнома? Да. Один был бы гном. Не химеров. Потому что я с ним в основном хожу. На самом деле, знаешь, честно тебе сказать, самим проектом химера, вот, допустим, вот в таком исполнении, в тактикульном, я немножко перегорел, потому что сейчас, ну, вот другая стадия вот этого нажиманского увлечения. Она же постоянно то-то, хоть что-то. И, допустим, химера, я сейчас у меня, в принципе, в планах, да, что в планах? Она уже, в принципе, готова. Это химера еще меньше, чем гном, и еще легче, чем гном. На одном лайнере с вот таким овальным отверстием большим, чтобы его открывать только щелбаном, либо сверху, без фронтфлипперов, без шпеньков, и там клинок, типа, 84 миллиметра. Чем больше у вас стадия нажимания и продвигается дальше, тем клинки становятся короче. Есть такое. Да, я думаю, что это примерно так, но, опять же, вот недавно у нас была дискуссия, я не помню, с кем и где, но, по правде сказать, это все очень сильно зависит от того, где ты живешь. Ну, я про город. Если большой город, то я думаю, да. А, допустим, есть ребята, которые даже живут в Подмосковье, но там, ну, там, или в Подмосковье, там, знаешь, типа, в пределах 100 километров, когда это небольшие какие-то городки, то реально чуваки спокойно себя чувствуют с фиксами небольшими, там, всякие тивуды и прочее, им комфортно, и они им что-то реально находят, что делать. Там, работает он, где-то что-то приехал, что-то там где-то все им строгает, какие-то палки, какие-то палеты разбирают. Ну, свои определенные задачи. Да, да, поэтому вот. А для города, я думаю, что, да, меньше. Я тебе потом покажу, я боюсь, что мы просто не увидим у меня такой сейчас экранчик еще на телефоне закоцан. Это оставим за кадром. Да, да. Но я скоро, в принципе, там, в Инсте, я думаю, через недельку она уже приедет, я ее смогу показать маленькую, такую симпатичную химерку. Из серийных ножей есть какие-нибудь хотелось? Неа. Все, вообще не надо. Ну, вот, как бы, знаешь, для интереса сейчас мне бы хотелось именно просто именно посмотреть. Посмотреть. Нет, именно приобрести к себе. Приобрести нет. Вообще. Для повертеть сейчас единственный, какой интерес представляет, это буквально, я уже раздобыл, скоро будет на обзоре, это новинка от Бекера, это Pocket Smatched. Кстати, знаешь, забавная тема вообще, по идее, это дизайн Эпплгейта, но там заявлен вообще какой-то другой дизайнер, который переработал дизайн и заявился сам. И единственное, что я еще бы вот хотел посмотреть, ну, скажем так, с определенной долей вероятности, я, возможно, бы себе его захотел оставить, это новая Sonoma от Giant Mouse, тоже вся на Микарте, с латунным спейсером и с латунными кольцами. Это то, что я бы хотел посмотреть, у меня была титановая, она мне очень нравилась, это вот реально... Здесь Микарта уже. Да, Микарта, причем там Микарта с двух сторон. Предыдущая была фреймовая, а эта такая прям секас-секас. Вот ее бы я, возможно, оставил. Но это именно сейчас, понимаешь? А так, чтобы я сказал, что я там из Сирики что-то хочу, да ничего и не выходит, понимаешь? Возможно, я бы что-то хотел, какие-то интересности, но оно либо все заявлено и непонятно, когда выйдет, либо просто какой-то шлаг, потому что все, если ты посмотришь на Benchmade, Zero Tolerance, последние два года живут за счет того, что они не презентуют новые модели, а они... Жут на старых, меняют их просто. Они мини, да, выпускают, либо там микро вообще версии. Сейчас единственное... Или стали как багаут, в одной стали, в другой стали, в третьей стали, поменяли накладки. Чисто интересно попробовать сталь, это новый Адамас в Крувере от Benchmade. Они сделали маленький Адамас, причем они за основу взяли именно прототип, у него дол уходит аж под накладки. Это на самом деле плохо, Классик Гаммок. Да, да, и оно будет течь прям вось. Вот. И он такой симпатичный, он такой зелененький, а клин у него, по-моему, если я правильно помню, такой типа то ли бронзового цвета, то ли такой темно-серый, А, там серый, по-моему, там серокоут. Вот, интересно. И знаешь еще, что реально хочу посмотреть, и возможно бы я бы взял на поюз, это новинка от Сиг, Сигзаур. Нож, который им делал Хог, называется К320. У них есть пистолет П320, и они к нему сделали нож комплектный с такой же текстурой на рукояти. Но... Как рукоять пистолета, то есть. Ну, там именно, знаешь, типа, вставки сделаны так же, вот как выглядит рукоять пистолета, такие характерные прямоугольники. Но нож, как бы, на пистолет вообще не похож. Но это, на мой взгляд, в принципе, неплохая замена между Manix 2 и, допустим, Гриптилианом. Потому что там длина клинка 89, при этом присутствует ЧОЭЛ, как на Manix, при этом тридцатка и цена, типа, как у Гриптилиан, 12 тысяч рублей. При этом это ХОК, глубокая клипса, такой же замок, только они его называют IBL, по-моему, IABL, как-то замок. Такой же, как Аксис. Ну, сейчас много вариаций. Да, там незначительное изменение, и вот он, типа, в сероколт покрытии с тридцаткой. И у него есть отверстие, как в Manix, только такое треугольное. Интересный, тоже я жду на обзор. Вот его я посмотрю, поюзаю. Обзор будет? Да, конечно. Посмотрю, поюзаю, и, возможно, оставлю, а, возможно, не оставлю. Потому что сейчас по картинке нравится. Самое забавное, что нож вышел уже, ну, наверное, месяцев 7 назад, но про него очень крайне мало информации, в принципе, даже на американском YouTube, что от каких-то известных ютуберов, где можно все нормально разглядеть, посмотреть, я так и не нашел обзоров. Какие-то чуваки покупают, ну, как-то странно, поэтому не буду загадывать, но интерес к нему есть. И вот к саноме. А чтобы купить, наверное, нет. Я бы еще какой-нибудь лучше ножик в прототипе заказал. Понятно. Ну, и будем завершать. Вопрос про ножовки. Ты знаешь, ножовка классная была, мне очень понравилась. Я с вами говорил, там, типа, можно будет собраться. Ну, это как бы, да, я с удовольствием. Если есть желающий, я бы вообще с удовольствием собрался просто где-нибудь в Боревич посидеть, я думаю, что любой бар с удовольствием предоставит какую-нибудь скидку на какое-нибудь вот такое мероприятие. Вполне может быть. Видишь, я откладывал все именно из-за ковидных вот этих дел. Ну, понятно, да. Потому что там смотришь, типа, разгар, там очередная какая-нибудь вспышка, там же собирается наифовка. И ты такой думаешь, блин, вот заболеет у тебя кто-то, ты же потом вообще по идее за это отвечаешь. Ты же как бы, ну вот, ну, ты же собрал людей. Сейчас, в принципе, ситуация получше, я думаю, можно, в принципе, собраться. И сейчас, видишь, вполне можно собраться даже еще и на открытом воздухе, в смысле уже... Погода уже позволяет, да. Да, где-то в кабачке можно собраться уже на улице, чтобы спокойно посидеть уже, дистанция социальная, все дела там. Вполне. Ну, я с большим удовольствием, но единственное, видишь, у меня с Нового года на основной работе, которая, собственно, работа, мне дали новую товарную группу, и мне достаточно сложно с ней приходится, потому что я никогда с этим не работал, и сейчас загруз достаточно большой, я не всегда успеваю даже по расписанию ролики выпускать. Нету времени. Реально, потому что это все увлечение занимает очень много времени. Слава Богу, денег оно уже не занимает, в плане того, что есть уже некий фонд, с которого покупаются ножи, которые никто не хочет предоставлять на обзоры, там какие-то оборудования покупают, что я никогда там не прошу, о, задонатьте мне, типа там, на камерку, или там, у меня компьютер стал плохо работать, мне нужен новый компьютер. Вот я как-то, я думаю, типа, мое увлечение, я от этого кайф получаю, мне вот как-то стыдно, что ли, вот знаешь, типа, ну вот так вот, типа, задонатьте мне на камеру. Причем я смотрю, так делают все. Там, вообще, вообще беспалево, типа, мне там то надо, мне там то, добрые люди, скиньтесь. Ну вот, как-то так. Ну, не, я как бы понимаю, что у всех там возможности разные, но, ну, ты уже тогда говоришь, что это твоя работа. Ты тогда говоришь, что это твоя работа, и типа, вы мне просто облегчаете жизнь. А то ты вроде всем говоришь, что ты, типа, такой хороший, и делаешь все это чисто так, просто ради своего собственного интереса, при этом ты просишь людей кинуть тебе на твое увлечение. Ну, как-то странно немножко. Опять же, ну, это я только за себя могу сказать. Вот. А ножовки и вот это все было бы классно, на самом деле, я бы с большим удовольствием. Ну, будет в Инстаграме, наверное, там. Да, я думаю, Инстада, причем именно Инстада, а не ВК. Что-то мне ВК вообще не нравится, я как бы в свое время просто зарегистрировался, чтобы к барахолкам иметь доступ к тамошним, что-то было интересно. А по факту сейчас просто дублирую туда все, что в Инсте, и то, там, сториз не дублирую. Спасибо большое, что пришел, было крайне интересно. Спасибо, может быть, еще не последний раз, потому что, на самом деле, мы затронули маленькую часть тем, которой бы хотелось. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь, ставьте лайк. Если вы не подписались на канал ЕТИ 2.0, ссылочка будет в описании, также подписывайтесь. До встречи. В следующий раз я расскажу, как Буба жил без оторванного пениса. Не смотрел? Нет. Майор Пейн. А, я забыл, давно это было. Про маленький паровозик сказка. Это я помню. Да, и потом, когда его приглашает мама Дилана в ресторан, он ему говорит, а в следующий раз я расскажу, как Буба жил без оторванного пениса. Что?